всем приветики 6 сентября у меня сегодня выходной коля поехал гараж потом заедет туда где мы сдавали квиточки на бензин так ничего не прислали ему оплаты мы же сдавали как пенсионеры как коли пенсионер до чтобы оплатили дорогу нас мурманске должны оплачивать по идее бензин тоже не только билеты должен заехать если они сегодня принимают он уточнит что там к чему и потом приедет домой и чуть попозже мы с ним поедем к родителям привет мы уже вылечили станет петрович так что то понятно капитальный ремонт ясно я уже две заплатил все семь квитанций было 10 телефон был радио антенна телефон радио невеста с радио нового дня ждала колю видеть киеве оао в юбке в гороховой ты модно не красиво тебе хорошо я вот эти сухарьки или как рыбки у тебя дома кстати такие же есть я тебе забыла их отдать папа тебя с ней был на рыбалке был на улице так пошло ветер дождь резко лето ушло прям вот было моментально день день и вот прям на следующий день все все они только у нас форсиевы были нарезаны в стране так это вали кашу это потом покажу видео как это кошка собака играли я немножко текст пока и кошкину новую игрушку царик гонять вот и варенье кошка притих нет она просто влилась в наш ритм жизни она сначала несу ритм жизни было на когда хотела вставала когда хотела дурела сейчас мы спим она там спит или что-то потихоньку мы встаем она начинают активничать а то что она вообще водила налаживает под штором везде под штором перестала и ногти подстригла но она не не за этого под штором просто сама перестала у саши осложнения почти после ковида она она вышла на работу несколько дней поработала у нее снова поднялась температура и у нее распухли глаза и нос и у него глаза как щелки на такой вот если кто не знает как будто месяц пила вот и поехала на к врачу а там какой-то молодой парень до 27 лет можно все закончил толком ничего не выписал чуть делать и сказал что это последствия от ковида пройдет сейчас уже еле легче уже глаза открылись этого день не вижу ничьи и вот это будет пытается выковырить оттуда они же не выковыриваются вот она с этими сариками растолстела она повзрослела первых поумнела вот они собака сейчас кошка в доме все как холодно я завалила они на головах то ходили просто так кошка главное за собакой бегу по всей квартире гоняют он похудел после болезни опять опять ничего не ели он просто не поправляется он очень много ест печенье вот этот мучного очень много есть а он не поправляется вот пирожные хорошо поправляется ты вообще там ты любишь? а их нету ну как нету я могу по маминому рецепту тебе торт кстати от элла очень вкусный торт как одной французской королеве говорят в стране хлеба нету кошмар пусть пирожные едят а хлебанец и сферозов нет я могу тебе торт испечь? сделай торт от элла этот от элла или зобра если без хлеба не ну ему то лучше сказать гущенка у меня есть можно сделать сделай сделай варенье у тебя есть и мы все миски удивлялись у него такой этот иммунитет хороший на балконе вырос серьезно вам его в одеяло и на балкон спать маленький когда мы с тобой балкон не был засеклен когда мы болели с тобой я в жизни так не болел и спит дождь под зонтом да дождь потрогаю теплый спит дождь коляска стояла на балконе он гулял каждый день ну ты видишь ты его закалила а тебя мыли в ванной череда всякая фигня пеленки бабушка или девушка гладили чтоб тепленькие были ну короче короче угробили ребенка угробили ребенок так я болела я всю школу проболела всю школу проболела да на мишка нет ведь я тоже его на балконе маленький то постоянно спал на балконе мне он покрепче здоровья все думка на она тоже так как первого ребенка опять у нее аллергия как пришла до видимо волосинка кошачьих глаз прям на глаза второй раз вот такой глаз распух у дуньки я и давай этот таблетку от аллергия как но как не помогло ваша звуки ларитин ваш вот этот капли сначала 10 капель не помогло потом еще 10 капель и и начал спадать и дунь глаза руки не весь это вот в глаз попала вот такой примут как фингал сразу только напухшие и один и тот же глаз попрос на до этого она приезжала все нормально она и кошку брала и все с ней ничего а тут видимо какая-то маленькая она была болезла в этот глаз вытащила где-то беленького вот кошкина волосинка и сразу моментально просто раздувает болит глаз и не видно что они аллергики все но сейчас тепло дали мне тут многие начали чесаться пока холодно но это было нормально все лето было нормально сейчас тепло что-то изменилось осень начал мазью мазать сына флана так а у меня на что это было спина чесалось мой колик спина задолбал по чесения спина чесалось в том году декабря по фигу от ума у него тоже я думал что не мы ты мочалки а вот нам и как раз это хуже ты разодрал там и потом после мочалки так хочет чесать я уже сухой мочалкой такой губочкой так лишь бы протереть это так нет просто я да и не чистая таблетки наверно не зажка никаких высыпаний не было у него не его просто тише что нет высыпания бывают есть после кошки с нашки высыпаю сердце ты думаешь после кошки до этого приходят до этого мы приходили в тебя не было до а может ли на кошку нет на кошку у тебя чего от кошка у тебя как она спала с может от нее что-нибудь я откуда знаю не на кошку но если бы было там и все время она бы не прошло это просто аллергия это что-то в организме внутри низа и природы и погоды и каждый почеши мне спины уже устала чесать я уже потом купила дешево это чесал как это выдвигается телескопическая специально спину чесать лапа улыбки радуги людей купила и как только я купил у него перестала через месяц я не знаю что делать уже неприятно когда я уже к этим подхожу угол в двери стану завтра все углы а когда чешу но еще больше и не терпится вот а я читала там это много какие-то в нарушении в организме что-то происходит и она может из-за этого вот мазь сенофлан я пользуюсь да чуть-чуть чешется даже и ничего нету она чего вообще надо мне помазать записываю я конспективную очень хорошая нас сенофлан показать да не зачем она дешевая рубль 100 стоит подемножку чуть-чуть где чешется помазал сразу не приходит через несколько часик-два уже все у меня сейчас уже не чешется чесалось помазал и забыл хороший у нас это когда-то у меня давно это аллергия когда-то еще все 7 поликлиника было лет 25 назад чешется все время вот это вот подхожу там тетенька продает все чешется ноги все нахватно а не стоило до 15 рублей сейчас на лекарства цены ужас вот этот как и вольтаре 240 или 260 рублей 999 а потом чуть я покупала на вам большой тюбик не не вольтаре на в тюбиках чуть или за 600 рублей это да папа папе покупила целый пакет лекарств на 200 на 300 рублей я удивилась у меня целый список надо назначим лечиться и за аналоги есть то есть и коль правда такой пакетище думала на себя беру чек нет все пробита папа приболела на лекарство 200 чем-то рублей пакет лекарств давление это мочегонное но поле хорошее давление нормально но мы сейчас не контролируем и когда врач давал контролировать нормально олина во вчера оля звонила плачет папа у нее на папе 86 у него сердце ну клапан надо или менять или чего но в возрасте же не делают позвонила у него пульс 30 низкие побежала туда пока вызвали скорую это было пол шестого пока скорая приехала пока туда пока там под рентгеном ждали короче она в 11 часов вечера только мы поставили капельницу и она поехала дому это с пол шестого вечера хорошо положили так я помню как ты маму постоянно укладывал мы тогда здесь долго но сидели я уже падала человеку надо срочно помощь оказывать они там уезжают в коридор они там нафиг она все надо рабочий день идет ольги то заявление стационаре был вражать вот там уколы капельницы будут конец стою у кабинета жду она заходит кому-то со шприца набрала мне в палату подождите пять минут два часа сижу в коридоре жду она мимо меня туда-сюда я ну чё когда отчета рано так приехал двенадцатый приезжай я воткнула и без и дальше не так у кого-то лена чё там секунды раз и все два часа я ждал я потом врачу уже чё за дневной стационар был уколот меня а зачем есть тем более палату ему не дали я в коридоре сижу и жду она меня ходит и ходит я уже тормозную я не успеваю а ты бы тогда это соточку до шоколадку под носом не умеешь после укола спасибо но тебе уже запомнилась и сразу за тебя глаза на 5 витамин ты кого у меня и дома естественно я думал правду там серьезный укол витамина витамина вот я вам проколол их 30 штук так я же мне плена кого вы чуя сижу на капельницу то там эти делали скачьего быть и окололи витамины b12 от анемии молоко то есть от малокровия а мне же было это как его на жизнь приборщик меряет это вот как его гемоглобин начали иметь после больницы было 85 наверно вот это нам окрасненький 120 а вот это 30 уколов я сделал его и подняли гемоглобин до 125 помимо того еще делал б-1 и б-6 месяц ее околол папа выберет ранга а кость еще болит даже мама шупала расшибла себе голову череп расбито кровища во все комнате папа звать ночью папа услышал ее обработал все вырезал в крови идет основная работа была убрать кровь теплая я закрываю она через мои руки шотнула нога однобог слушается и она улетела прямо в другой конец комнаты а в тумбочку в угол а если бы виском то все вот тут вот здесь а виском все лету за счет на лету а я вспомнил о на верхней губе какая палочка попалась шли до озера от избы по лесу а там мох мягкий вот так по колено и я упал просто с рюкзаком шел два спиннинга нес руками мог бы руки поставить и головой вниз ну вверх и сухие же отсосен и сюда мне в губу я думал муж какая-нибудь насекомая ночью укусила чуть языком пробула пухше а сами как ты чё не помнишь ну я не думал что так сильно или чё как ответ у меня сухая сейчас губы да я все прошло мне бывает какая-то заноза маленькая от веник особенно мне бывает ну чё болит раз надавлю она уже вылазит за но за маленькая вот именно палочки вроде даже от спичек от спичек до спички у нас то это спички лампадку поджигаем спички это собирал эти этикетки в детстве их столько было сейчас один цвет один все больше интересно олимпийские игры все я помню я ездил на велосипеде по городу и собирал коробки поэтому дачу а потом это вырезал у меня был человек коллекция такая красивая помню олимпийские в мельбурне пятьдесят шестой год пятьдесят шестой и где-то выкинули на все коробочки да я все только не собирал и марки хорошо марки вас-то остались от конверта эти вот эти вырезал но делать нечего да я фантики собирала фантики собирала от конфет фантики собирала мишка банки все было заставлено а я двоюродно с небесной лачки бычки собирал у магазина бутылку да съездил велосипеде на беременные бычков собирали бычки сигарета не было на 10 лет старше меня он уже школу закончила я первый класс полную бутылку бычков вот он фильтра это беломорин отрывал сыпал на газету как сам вокруг делал мореходки средний карты поиграем кто дурак и не по улице собирали в херсоне собирай бочки приносит бочки мы по у нас была трубка туда набивая и по кругу курили положение 5 рублей давали это стипендия еще родители 5 рублей выселали что такое 5 бутылка вина рубль 7 потом сигареты там шибко это 14 руб копеек надо чистить это не я помню дедушка меня посылал какой-то дед был с бабкой жили к не сама сам выращивали там толкли сушили или яйцо или 6 копеек дед давал два яйца он насыпал два граненых стакана мне этого самоса за яйца до песни на были в херсоне на это на помидорах первый месяц первый курс на помидоры на сбросили спали в сараях на сене там вообще кошмар там вообще ничего курить мы курили листья листья вот они дают ничего не никотина нет ничего это дымило до курили листья там это пред командир роты откроет свой там беломор угощает я беломор курила не было сигарет и покупали какие-то такие вот такие сигаретки маленькие вообще дешевые были такие вот или север курили такие противные сигареты прибой север там еще это ватра принимание при мы туда еще не было было потом здесь копеек в армии я помню здесь копейка на 3 потом появилась шибка болгарская она разгорала так два раза протянешь она вообще и нету курил ты видишь мы все бросили а ты нет а помню когда на дальнем востоке работа у нас даже были сигареты кубинские из этого и сигарного табака то есть сигаре табаке ух и карина я курил это курил и мне были папиросы это беломор и все что надоест это по-другому начинаешь курить